Ненецкая телерадиокомпания организовала пресс-чай с членом Совета Федерации от Ненецкого округа Риммой Галушиной в рамках ее региональной недели. Сенатор рассказал о федеральных законопроектах, работа над которыми сейчас ведется в Верхней Палате Российского парламента. Принятие этих законов окажет благоприятное влияние на жителей округа. Подробности прямо сейчас. Римма Галушина акцентировала внимание на задачах, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания. В частности, о реализации инициатив по поддержке многодетных семей, о программе «Земский учитель» о цифровизации. Что касается первого вопроса, то сенаторами был внесен законопроект, который предусматривает предоставление места в одном детском саду для всех детей одной семьи. Римма Галушина признается, к ней с этим вопросом неоднократно обращались жители региона. Когда, даже если ребенок, например, ходит в первый класс, а там второй ваннушку, а третий на лесозаводе, то, конечно же, это очень сложно, особенно если мама, одна папа где-то там в командировке или на вахте или еще где-нибудь развести детей, действительно проблематично. И вот как раз вот этот вопрос сейчас решается внесением изменений в закон об образовании. Также президент России Владимир Путин предложил запустить программу «Земский учитель» по аналогии с программой «Земский доктор». Она рассчитана на поддержку педагогов в небольших населенных пунктах и позволит решить проблему кадрового голода. Проблема тоже очень серьезная, очень такая же отрепещущая. Надо сказать, что начнет она работать с 1 января 2020 года. В качестве подъемных будет 1 миллион рублей, причем он не будет облагаться НДФЛ. Следующим вопросом, который обсудили на пресс-чае, стала цифровизация в системе образования. Это дистанционное обучение детей коренных малочисленных втородов Севера. Римма Галушина признается, на сегодняшний день это требование времени. Вопрос организации дистанционного обучения для детей-кочевников. Потому что вот это, это вообще глобальный вопрос, потому что на сегодняшний день мы не будем лукавить, у нас есть дети, которые не обучаются в школе. И вопрос очень серьезный. Понятно, что надо начать с того, что проговорить с самими родителями этих детей, готовы ли они вот к этой форме обучения. То есть им объяснить, в чем она заключается, объяснить все риски отказа от обучения. На встрече обсудили также вопросы о школьном питании, безопасности детей в игровых зонах, об открытии театра в Ниницком округе и многие другие, о которых мы расскажем в следующих выпусках. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.